Бабушка, сколько тепла и приятных эмоций у нас возникает с этим словом. Бабушка – это забота и опека, это безграничная любовь, это любая поддержка, понимание и помощь. А еще это всегда теплый и уютный дом. К сожалению, не каждому ребенку, который сегодня находится в стенах социально-педагогического центра, удается узнать, как выглядит любовь бабушки. Для того, чтобы подарить тепло и заботу детям, которые по-настоящему в ней нуждаются, в Бресте с мая 2023 года реализуется проект «Супер бабушка». Реализует его волонтерский отряд «Дружба» Института третьего возраста Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста. Идея проекта была давно, но планировали реализовывать ее студенты с детьми, с сиротами или теми, кто могут оказаться в этой ситуации. Но прошло время и, видимо, студенческая молодежь не смогла найти отклик в своем сердце. Кто-то, может быть, побоялся идти к детям, которые обижены родителем. И поэтому мы решили взять на себя такую ответственность и попробовать подарить любовь и заботу маленьким людям, которые живут вдали от своих семей. Конечно, занимаясь пожилыми людьми и решая первую проблему – это профилактика социального одиночества, мы решили предложить пожилым людям сходить в приют и посмотреть на детишек, которые остались без родительского внимания. Конечно, дети есть разные – и маленькие, и большие. И каждая сторона, как сиротский приют, так и мы, боялись, что не установится контакт. Все-таки это люди из разных семей, и поэтому они могут не понять друг друга. Но наши опасения оказались неоправданными. Как только эти две группы людей встретились, сразу стало понятно, что между любящими сердцами, ну то есть сердца, которые готовы любить, не может быть никаких преград. Один мудрец говорил, что лучшее лекарство – это любовь и забота. А другой усомнился и сказал, а вдруг не поможет. И мудрец в ответ ответил, просто нужно усилить дозу. Поэтому мы продолжаем наш проект. Начиналось все не так просто. Месяц шла подготовка. Волонтеры проходили базовый курс в Красном Кресте. Общались с психологом социального педагогического центра, который рассказывал про психологические особенности детей, утративших родителей, прорабатывали игры. Было непонятно, как воспримут их дети, но любовь сделала свое дело и все получилось. Что можно сказать по работе именно бабушек-волонтеров? У кого была бабушка, тот знает, что так как бабушка утешит, обнимет, пожалеет, никто так не умеет позаботиться о детях. И не удивляет, что дети очень быстро идут на контакт с ними. Когда вы обратите внимание на их непосредственное взаимодействие, можно заметить, что они очень любят тактильное внимание, обняться, прижаться, просто положить голову бабушки на плечико. На сегодняшний день у нас 10 волонтеров, супер бабушек, которые зачастую выступают инициаторами проведения и мастер-классов, и каких-то мероприятий. Они помогают в рамках прогулок воспитателям эти прогулки осуществить на дальние расстояния. Они рукодельничают. Были запросы от деток, когда они помогали объяснить домашние задания. И просто они общаются. В супер бабушках так много нерастраченной любви и душевного тепла. Им так хочется это отдавать малышам и чувствовать себя нужными. Каждую среду элегантные леди навещают деток. Они приносят с собой внимание, ласку, заботу и хорошее настроение. Бабушки-волонтеры играют с мальчишками и девчонками, учат вязать и плести из бисера. Беседуют на разные темы. Самое главное с детьми – это общение и дать им тепло, их занять. Им очень не хватает общения с взрослыми. Вот мы приходим, мы с ними разговариваем, мы просто их обнимаем. И они очень довольны, они улыбаются этому. Вот сегодня у нас вязание крючком, были вязания спицами. Мы с малышами собираем конструктор, мы собираем пазлы, собираем мозаику. Если погода позволяет, мы гуляем на улице, всегда какие-то игры. Детям нужно тепло, нужно общение. И мы очень рады. Мы рады, потому что мы тоже получаем какой-то позитив. И когда мы уходим, они всегда нам машут ручками и говорят, а когда вы еще раз придете? И мы с удовольствием сюда идем. Проект длится уже полгода, надеемся, что он продлится. И мы просто получаем позитив, мы просто молодеем здесь. Когда дети попадают к нам, они оторваны от семьи. У них однозначно начинается недостаток какого-то внимания со стороны близких людей. Несмотря на то, что наши воспитатели стараются им уделить внимание, В любом случае, каждому ребенку уделить то внимание, к которому некоторые привыкли дома, они, к сожалению, не могут. Даже в рамках прогулки, это предполагается какая-то групповая работа. Дети вместе, им же хочется, чтобы на них, на каждого отдельно обратили внимание. Тут приходят бабушки. И бабушки к своим внукам, они каждому уделяют внимание. Летом они там с каждым поиграют мячиком, попускают мыльные пузыри. Если зимой покатали на санках, один воспитатель не может всех по очереди покатать. А тут бабушки всех одновременно, весело, здорово. Ну, то есть дети получают положительные эмоции благодаря тому, что они получают дополнительное внимание со стороны взрослых, которого, может быть, они недополучали дома. И однозначно, все-таки им не хватает у нас. Супер бабушки всегда удивляют мальчишек и девчонок. И даже этот раз не стал исключением. Вооружившись своей суперсилой кулинарным талантом, они приготовили для своих подопечных самые вкусные домашние пироги. Вот так, казалось бы, совсем посторонний человек может стать таким родным и нужным. Ведь именно он дарит тебе тепло и любовь, внимание и заботу. То, чего так не хватает ребенку. И все это благодаря проекту «Супер бабушка» и Брестко-городской организации Белорусского Красного Креста, который на протяжении всего проекта оказывал финансовую поддержку. Ведь сделает так, чтобы ребенок был счастлив, большой и кропотливый труд, который требует совместных усилий. Территориальный центр социального обслуживания Ленинского района предложил такой интересный проект. Поэтому всего у нас таких имени инициатив было 12 реализованы на территории области. Одна из них – это сегодняшняя «Супер бабушка». Приятно отметить, что «Супер бабушка» у нас победила и на республиканском конкурсе, объявленном Белорусским Красным Крестом, и заняла очень достойное первое место. Здорово, наверное, знаете что? Что люди неравнодушны. В каждом проекте это неравнодушие, это гуманность, это не пройти мимо какой-то чьей-то беды. Такой проект с теплым названием «Супер бабушка» существует только полгода, но уже успел подарить 30 мальчишкам и девчонкам социально-педагогического центра веру в то, что теперь и у них есть настоящая супер бабушка.